В приморском музее Венспилса можно покататься на уникальном поезде. Ему 100 лет. Но еще в 60-е годы прошлого века эти вагончики курсировали между приморскими рыболовецкими поселками. Это немецкая военно-полевая дорога, 600-миллиметровая, самая узкая в Балтии и единственная, которая еще осталась. В 30-е годы таких узкоколеек было много. Сейчас это давняя история. Музейная железная дорога сделана по образцу тех лет. Пассажиров ждет полное погружение во времена Первой Республики. Некоторые посетители ищут в паровозах спрятанный мотор, но все приводится в движение паром. Локомотивы весят 9 тонн и развивают скорость до 20 километров в час. У нас 8 вагонов. 7 из них пассажирские вагоны. В Латвии осталось вообще 25 вагонов только. Когда-то было очень много. У нас есть почтовый вагон, который уникальный, потому что в 30-х годах только 8 построили. До наших дней он единственный остался. Трудяга-паровозик Мазбанет искатает пассажиров по двум линиям. Кольцу в полтора километра и новой линии Кална в три километра. И пока он старательно пыхтит, можно насладиться видами природы и живой историей. Дом ремесленников тоже экскурс в историю. Это школа курлянского герцогства, построенная в 18 веке. А здешние мастера всегда рады поделиться ремесленными навыками, научить гончарному искусству и ткачеству. И настоящий кладезь истории – Ливонский замок, который доступен и интересен всем. Сейчас тут проходит лагерь для детей с особыми нуждами. Они давно полюбили музей. Дети из клуба Цим Динч. И они уже седьмой год. Каждый понедельник приходят в музей. Я с ними работаю. И это значит то, что они действительно ждут каждое мое занятие. Мы учимся работать и ручками, и думать с головой, и все сделать так, чтобы действительно, когда они уходили, они были рады, что у них получилось. Кроме очень интересной постоянной экспозиции, в Ливонском замке регулярно проходят уникальные выставки. Сейчас тут правит бал «Экзотическая охота». Редчайшие костюмы и аксессуары из коллекции историка моды Александра Васильева. Тут можно увидеть охотничьи костюмы, начиная с 70-х годов 19 века и до 60-х годов 20 века. А также наряды с использованием охотничьих трофеев. От привычных лисьих воротников до костюмов с оторочкой из меха крота и полушубкой из серебристой чайки. Женщинам нравится шуба из орангутана. Очень похоже на волосы. А вообще очень искусные наряды. Любая бы гордилась носить такое. Здесь вообще много такого, что женщинам нравится. Так что приходите с мужьями, им тоже будет что посмотреть. Да, ведь кроме почти 40 нарядов и больше 400 аксессуаров, тут есть и чучело животных из собрания музея Венспилса и частных коллекций. Белки, куницы, рыси, ягуар, страус и даже голова слона. Насладиться экзотической охотой в Ливонском замке Венспилса можно до 25 сентября. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА